С места событий Курс 17 градусов пилот Андрей Кульков взял после старта воздушного аэростата из Никулинских садов, пригород Великих Луг. А вот гербарий мы чуть не собрали, когда пролетали над рощицей. Я думала сорвать листочек с макушки березы, на память. Но вовремя поняла, что могу ведь запросто выпасть из корзины и остаться на дереве. Ну а воздушный шар полетел бы дальше без балласта, то есть без пассажира, то есть без меня. Вот это был бы репортаж с места событий. Я сдержалась, а Андрей в очередной раз сказал в рацию. Земля, прием, это холо. Кстати, холо по-испански значит привет. Так называется воздушный шар Андрея Кулькова. И я передаю вам привет, дорогие радиослушатели из столицы воздухоплавания, из Великих Луг, с 26-го чемпионата России по этому виду спорта. Но сначала загадка для вас, друзья. Зачем воздухоплавателям черный воздушный шарик в машине? Подумайте пока что, а я расскажу вам, как проходило открытие чемпионата. Отправляюсь на брифинг пилотов, где они получают рекомендации от организаторов, судей и внимательно слушают метеопрогноз. Это, кстати, наверное, самое важное. Будет погода, будут полеты и, конечно, будет радость для зрителей. В этом году 26-й чемпионат России по воздухоплаванию стартовал с Кей-Граба. Пилотам предлагалось попасть в цель на земле с воздушного шара, а приз – 200 тысяч рублей. К сожалению, он не достался никому. Слишком сложные погодные условия и непредсказуемый великолугский ветер. В огромном спортивном зале комплекса «Стрелец» тоже гуляет сквозняк, но в жаркий летний день это даже приятно. Мы сидим в ожидании брифинга с пилотом из Московской области Денисом Володиным и размышляем о Кей-Грабе и о настрое участников. Кажется, здесь все приехали за победой. Готовимся мы, как всегда, к лучшим результатам. Цель, естественно, победа. Собственно говоря, будем биться. Уровень организации здесь всегда был на высоте. Это все-таки великие луки. Тут всегда было все на высоте. Давайте поговорим про Кей-Граб. Участвовали, старались попасть. Мне кажется, все сложилось как-то не очень удачно для пилотов в этот раз. Ну да, естественно, все старались. Но в этот раз погода внесла свои коррективы. В принципе, как и всегда, ветер резко изменился в совсем другую сторону. Соответственно, все расчеты, которые делались на старте, они поменялись уже в полете. Ну, Кей-Граб был в этот раз нетрадиционно в крепости, а он был в поле за городом. Но был расчет на то, чтобы сделать красивый полет над городом, чтобы подарить людям радость и попасть на Кей-Граб. Соответственно, когда мы при старте делали все пилоты расчеты свои, брали это и в расчет. Но так как ветер изменился, а мы уже радовали жителей города, то на Кей-Граб уже попасть стало сложнее. Обидно? Нет, не обидно. Это спорт. Бывает. Вы подарили радость людям. Ну, воздухоплавание, да, тут большой процент именно удачи. Помимо мастерства, да, тут важна удача еще. Можно сказать, что удача уже то, что соревнования состоялись. Коронавирус внес коррективы и в этот вид спорта. В прошлом году международную встречу воздухоплавателей пришлось отменить. И впервые за 25 лет в городе над Ловотью в небе не летели шары. Кстати, встречи проводятся уже 26 лет. Просто первая из них состоялась еще в СССР, в городе Рыльске. Ну, а в зале передо мной сидел удивительный человек. Единственный, кто участвовал во всех встречах воздухоплавателей – пилот Михаил Найдорф. Настроение великолепное. Как вы оцениваете вот обстановку на этих соревнованиях? Мне кажется, все очень заждались их, все очень соскучились. И я читала в СМИ, что нельзя их не проводить, потому что это пилоты, это спорт, это все теряется. Трудно сказать. Я не могу согласиться с этой мыслью, потому что пилоты – это люди, которые влюблены в небо, и они летают. Есть соревнования, нет соревнований. Они все равно летают, они деньги зарабатывают, кроме всего прочего. И поэтому квалификация пилотов не падает в связи с тем, что вдруг один год соревнований не проводились. Соревновательный дух вот этот вот. Вот насчет духа вы, наверное, правы. С духом без соревнований. Ну, грустно же, правда, было в прошлом году. Да, да, да. Я просто такой пример пример. В прошлом году соревнований не было вообще. А я в конце года посмотрел, у меня налет больше 80 часов. Это много или мало? Да, да. И по сравнению с предыдущим, когда соревнования были, ну, тут было 92 часа, а сейчас там 88 часов. Разницы нет. В этом году пилоты, с одной стороны, рады, да, что все-таки соревнования есть, что будут полеты, а вот жители Великих Луг, туристы, все грустят, что не будет масштабного старта из крепости. Что можете сказать им? Ну, и что масштабного старта? Сейчас, вчера над городом летали. Сегодня утром над городом летали. Сейчас опять город видит шары, а что еще? Обязательно надо смотреть, как мы собираем и как мы поднимаем шар. Это неинтересно. Я не могу согласиться с Михаилом Аврумовичем. Еще как интересно, именно за этим зрелищем едут в Великие Луки туристы. Но даже просто наблюдать, как тихо и величественно огромные аэростаты плывут над городскими улицами, тоже здорово. Только пусть они будут и радуют зрителей. Именно за этим мы приехали сюда из Сургута Александр со своим другом. Я познакомилась с ребятами у памятников с духоплавателем в перерыве брифинга. Они приехали из Западной Сибири. И вот почему. Что же привело вас в теплый, солнечный Великолухский край? Хотелось окунуться в детство на самом деле. Вспомни, как это бывает. И мне кажется, воздушные шары этому должны помочь. Какое-то волшебство. Неужели даже в Западной Сибири знаешь, что Великие Луки – это столица воздухоплавания? Все пошло из-за марок. Я люблю, ну, занимаюсь посткроссингом. И на марке Великие Луки, на 850-й воздушные шары я посмотрел. И вот мы с другом решили приехать к вам. В российском масштабе никогда не видел. Ну, ожидаем ощущения масштаба чего-то такого. Туристы разочарованы тем, что не будет такого масштабного старта с вала, с крепости, где вот всегда все собираются, смотрят? Конечно. Вот такие мероприятия, фестивали, они важны не только самим таким массовым стартом, но и теми ощущениями, которые передаются от людей, от зрителей, потому что эта энергия, она как волна на стадионе, на футбольном. Вот когда фанаты встают, поднимают резко руки, вот примерно такие же ощущения хотелось бы получить. Ну вот, раз этого, ну, не получится, но хотя бы увидеть то, что будет твориться в небе. А как вам вообще, в принципе, Великие Луки, вот как город? Все-таки столько людей сюда приглашаются каждый год. Большая история, сквозь века, это все интересно наблюдать. А туристическая инфраструктура, как вам наши дороги, например? Вы на машине, нет? Мы сегодня ездили в усадьбу Софьи Ковалевской с утра. Дороги, в принципе, хорошие, да. Лучше, чем в Западной Сибири? Нет, конечно, нет, 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 нет. Я три недели назад был в Кинишме, это Ивановская область. Ощущение, хоть там и большая река, но Волга. Ощущение здесь у меня лучше, потому что видно, что строятся многоквартирные жилые дома, там, к сожалению, нет. Этому городу все равно не хватает энергии, вливаний каких-то денежных, потому что есть этот исторический пласт, его надо поднимать. В Волгах вот это есть, получается? Ну, не так сильно, как в других. Вот есть такие визитные карточки, например, ну, Золотое кольцо, понятное дело, там, Плес, Суздаль. Спускаешься от корабля, либо с машины, это сразу чувствуется. Здесь, к сожалению, такого нет. Приходится докапываться, досматриваться, пролазить через запустение. Вот здесь есть такое, не хочется врать, да, что здесь вот все прекрасно, работать и работать еще над этим. Этим надо пользоваться. Турист, я вам скажу, что туриста хочет до зрелищ, до новых ощущений. Есть много избитого, там, Ярославль, Владимир, Рязань, Тула, Калуга, это все есть. А этот город, ну, может быть, второго ряда, но его тоже можно превратить в интересный исторический объект. И в воздухоплавании будет как жемчужинка? Вот в том-то дело, дайте нам сегодня воздухоплавание. Ощущение. Дорогие жители Псковской области, вам лень ехать в Великие Луки, чтобы увидеть шары в небе. Просто подумайте об этом в следующем году и вспомните Сашу из Сибири, который не поленился и приехал. А еще, несмотря на то, что в этом году воздухоплавание тоже перешло в дистанционный режим трансляции, несмотря на то, что встреча потеряла статус международный, в Великие Луки приехал, прилетел пилот из Армении. Ереванский воздухоплаватель Нейри Барсигян со своей командой. Воздухоплавание очень интересное, хорошее занятие, так скажем. Все воздухоплаватели – это хорошие люди. Если человек хороший, он может стать воздухоплавателем, а если нет, никак не получается. Только хорошие люди здесь. Да, поэтому, если вы видите, что воздухоплавится, значит, он хороший человек просто. Вы ездите много, наверное, по миру, по разным странам, выступаете там тоже, да? Да, да. Ну, в этом году планируем 4 или 5 вот в соревнованиях участвовать. Две уже прошли, вот этот третий в сентябре будем участвовать в чемпионат Европы. В этом году в Венгрии будет. Коронавирус у вас не останавливает, я так понимаю, да? Ну, после коронавируса… Граница не закрывается для воздушных шаров. Закрывается, вот у нас была проблема вот в прошлом году. Вот сейчас, как чуть-чуть открылся, уже начали двигаться по разным сторонам. Мы постараемся там по максимуму ездить в разное направление, участвовать в разных городах, в соревнованиях. Ну, вот в этом году не международная встреча воздухоплавания, а Кубок России все-таки разыгрывается. Но вы приехали, вы из Еревана. Получается, все-таки международная? Не, международная Кубок России – это чемпионат России. Один из конкурсов внутри встречи, как бы, да? Да, да, да. В нем есть еще и Кубок Дружбы, который… Это международная часть, вот это Кубок Дружбы. А есть в нем отдельно вот чемпионат России, в котором участвуют только российские пилоты. Я там участвовать не смогу. И сейчас я буду бороться за Кубок Дружбы. Насколько уверены в себе? Будем стараться, главное. Хорошо. А какая-то особенность полетов над Великими Луками по сравнению с другими какими-то местностями? Здесь очень красиво. Здесь можно по высотам найти там нужное направление. Речки, озера, леса. Просто ли это вот или сложно вот в такой местности? У нас все-таки болот много. Болот много, да. Насчет там посадки бывают трудности, но в основном таких проблем нет. Наслаждаетесь? Да, да. Все воздухоплаватели – хорошие люди. Не могу не согласиться с Нейри. Я действительно не встречала плохих. Вот, например, Диана Насонова. Одна из немногих леди-пилотов. Я обратила на нее внимание на брифинги. Все-таки женщина с грудным ребенком на руках выделяется из общего числа спортсменов. Вы сейчас с маленьким воздухоплавателем буквально на руках? Да, это уже третья дочка, которая у нас растет в воздухоплавании. Вы в небе буквально здесь? Нет. Когда я летаю, дети остаются на земле. Можно брать с определенного возраста в полет, но в спорте это не рекомендуется. Мне всегда казалось, что воздухоплавание – это достаточно, во-первых, экстремальный спорт, а во-вторых, это все время нужно быть надвижно, куда-то ехать, перемещаться. Материнство, семья не препятствует этому, я так понимаю. Мы оба с мужем пилоты, и поэтому стараемся совмещать. Соревнований не так много в году, пока получается. Ребенок мужественно, наверное, спит весь брифинг, тяжело. А вам тяжело вообще вместе на руках с младенцем? Ну, очень удачно она заснула, я считаю, как раз во время брифинга, чтобы не мешать, потому что все-таки уже ребенок требует к себе внимания, и если бы она не спала, то сложнее было бы соблюдать тишину на брифинге. Вы сказали, что соревнований не очень много по воздухоплаванию в течение года. В прошлом году в Великих Луках вообще отменилась встреча международных воздухоплавателей. С каким настроением спортсмены-пилоты приехали в этом году? Мы очень рады, что соревнования продолжаются, потому что в прошлом году спорта не было вообще. И радует то, что они вновь появились, и у нас была возможность перед чемпионатом России потренироваться. Мы приняли участие в чемпионате Московской области, поэтому более уверенно себя чувствуем уже на чемпионате России. Здесь настроены побеждать? Конечно. Надо понимать, да, что когда мы выполняем задания, конечно, да, мы стараемся сделать максимум. Но при этом воздухоплаватели остаются очень дружественными и дружными. И если даже в соревнованиях или там на посадке, например, кому-то нужна помощь из других кальван, то всегда все друг другу помогают. Поэтому спорт это, да, но тут каждый пилот старается выполнить максимум, что он может. А в целом мы всегда друг друга поддерживаем. Воздухоплаватели – это такие, я бы сказала, джентльмены, хотя есть среди нас уже достаточно много леди. Именно по духу, то есть мы всегда очень уважительно к друг другу относимся. А женщины уже давно такое прочное место заняли в этом виде спорта, правда? Ну, вообще мало леди в воздухоплавании. Было бы больше, мне кажется, было бы лучше. Но нет же какой-то градации для женщин отдельные соревнования, для мужчин отдельные. В корзине, в небе все равны. На чемпионате России, да, мы соревнуемся в общем зачете. Женские чемпионаты бывают, там соревнуются именно только леди. Но нужно, чтобы было, вот у нас в России нет такого большого количества леди, чтобы провести чемпионат России среди женщин. Может быть, еще проведут такой чемпионат? Посмотрим. Кстати, считается, что женщины – более аккуратные водители за рулем. Интересно, а как в небе себя ведут воздушные леди? Так или иначе, строгий спортивный директор соревнований Иван Миняйло о правилах безопасности в небе всех предупреждал одинаково. Я была на брифинге, который в три часа был. Вы довольно строго разговаривали с пилотами, с членами команд, рассказывали им, что чего можно, чего нельзя, чтобы все усвоили, как приложение работает. Вообще пилоты – дисциплинированный народ, спортсмены, которые приезжают на воздухоплавание или не очень? Они теоретически должны быть дисциплинированы, но они приезжают не только посоревноваться, но и получить удовольствие. Где-то положительные эмоции от полетов, от общения внутри нашего достаточно дружного сообщества. Поэтому они иногда будут расслаблены, а мы их пытаемся дополнительно дисциплинировать. Вот в этом году, я так понимаю, какие-то особенности есть у прохождения праздника. В этом году разыгрывается Кубок России, да? Наш чемпионат, 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту здесь проходит. То, что он не имеет статуса международной встречи, имеет какое-то значение для количества соревнований или нет? Для количества пилотов, ну понятно, да? Ну обычно, да. К нам приезжают несколько иностранных участников, потому что Псковская область в пограничной области. Обычно Литва, Латвия, Польша. К нам всегда приезжают, там 5-6 иностранцев есть. Ну в этот раз вот. Европейских стран нет, но есть гости из Армении. Еще такой вопрос от тех, кто смотрит на шары снизу. Кажется, что красиво плывут, но на самом деле, мне кажется, тут очень большая техническая работа. И очень много мы не видим и не знаем. Это действительно так? Для обывателя любой полет шара – это некое перемещение по небу нашего прекрасного, красивого, веселого, цветного, яркого летательного аппарата. Но внутри него идет работа, в первую очередь, она идет в голове пилота. Даже если стоять в корзинке рядом с пилотом, тоже будет неочевидно, что он работает и не отдыхает, потому что процессы идут, в первую очередь, в голове. Надо анализировать погоду, анализировать ветер, подстилающую поверхность и планировать свой дальнейший полет, выполнять спортивные задания. А на каком местности будете летать? Тут традиционно Великолупский район. Поскольку у нас нету культурно-массовых мероприятий, то стараться будем летать над городом, в первую очередь, чтобы люди все-таки нас увидели. Можете выделить каких-то таких действительно воздухоплавателей, которые вот могут что-то взять однозначно? У нас из бывших чемпионов России так случилось, что в этом году только один – Андрей Кульков. Он дважды был чемпионом России. Молодой наш талант, уже успешный пилот Дмитрий Жоков и Евгений Чугаров. Вот. Допустим, они. После брифинга все отправились на место старта аэростатов. Оно держалось в секрете до последнего. Все делалось во избежание присутствия зрителей на открытии и старте пилотов. Ничего не поделаешь, такие противовирусные меры диктует нам этот июнь. Открытие все желающие могли посмотреть онлайн. На поле в Никулинских садах можно было находиться только командам, организаторам и представителям СМИ. Мне повезло не только познакомиться с пилотами, но даже отправиться в небо. Но пока все ждали брифинга перед стартом, мы поговорили с Русланом Проницким, штурманом аэростата Холла. Команда аэростата сборная. Например, Руслан приехал в Великий Луки на чемпионат из Санкт-Петербурга. В спорте выступают профессиональные пилоты и команды, которые объединены энтузиазмом, наверное. Потому что у каждого, даже профессионального пилота, как правило, есть какая-нибудь гражданская специальность. Он занимается чем-нибудь интересным, важным для себя. И небо для души, да? Небо всегда для души. Андрей, допустим, пивовар. Он варит замечательное пиво. Я строитель. Строю интересные вещи в Петербурге со своей компанией. Вот в команде как ваши роли распределены? Вы штурман. Кто еще за что отвечает? За все отвечает пилот. Он всегда главный. В Японии японцы шутили, что есть пилот и четыре раба. Это обидно как-то, нет? Это не обидно для японцев. Ну там японцы хорошо общаются с людьми, любят пошутить. Команда это, как правило, пилот, штурман и команда подборов, в которой всегда есть водитель и один-два помощника, которые помогают разложить шар, собрать шар. Секрет удачного полета. Это прежде всего в профессионализме, в таком четком знании технологического процесса? Или это везение? Это интуиция, может быть? Это симбиоз всегда. На интуицию полагаться можно, но, как правило, тем пилотам, у которых большой опыт, большой налет, вот как у нашего пилота Андрея, ситуации повторяются. И мы знаем, что, как правило, на заходе солнца ветер немного поменяется и на него закладываться надо заранее. Мы не первый год летая на каждой из площадок, допустим, будь то Великие Луки, будь то Рязань, будь то какая-нибудь заграничная тусовка, знаем особенности, которые там есть. Поэтому это знание, это интуиция, это немножко везение, ну и профессионализм всегда должен быть. Чем быстрее ты решишь задачу, тем быстрее ты примешь кишение, на какую высоту подниматься, плавить нужный ветер, тем больше повезет, да. Самый красивый ландшафт, над которым вы летали? Нам очень нравятся великолугские ландшафты. Правда? Правда. Наши простые поля, березки, болотца. Они простые, но мы же летаем летом, и летом очень красиво. Мы поездили по миру, мы полетали в Австралию, и те бесконечные просторы, которые мы там видели, вот эти вот бескрайние поля, засеянные экзотическим для нас. С растением канола, желтое, все такое красивое, красивое. Это замечательно. А с кенгуру, кстати, не очень получилось. Мы первые четыре дня их вообще не видели. Причем все остальные пилоты, которые там летали, говорят, мы видели кенгуру, мы так и не нашли. Дошло до того, что австралийцы притащили нам маленького кенгуренка посмотреть, потому что иначе мы найти его не могли. Вы в Австралии, точно, вот кенгуру. На завершающем полете в Австралию мы действительно сели в такое место, что там не только кенгуру, там всякая живность вокруг бегала, экзотическая, так интересно было, красиво. Ну, правда, очень красивая страна. Там такие малоприятные есть персонажи среди живности. Они есть, но нам везло. А были какие-то экстремальные ситуации? Наверняка были. Ну, для настоящего пилота ничего страшного нет, как мы даже сегодня шутили. Нет такой ситуации, в которой мы бы еще не оказались, и нет такой ситуации, из которой бы мы не смогли выбраться. В болото опускались? Да, несколько лет назад тут в Великих Луках прямо из болота и вытягивали оболочку, корзину. Увязли? И сушились. Ну, вытащили, да, потому что прямо у самого краешка болота как-то так погрузились, и хорошо было. Везде бывали. Мне кажется, для воздухоплавателей, в принципе, нету каких-то таких странных условий, что неудобно. Все удобно, все в итоге высохнет, отстирается. Отстирается, высохнет, залечится, в конце концов, ничего страшного в этом нет. А балласт есть на воздушном шаре или нет? Нет, это тепловой аэростат, на нем балласта нет. Балластом может являться... Пассажир? Пассажир, извините, да. С нами не было, но бывают такие ситуации. По крайней мере, читаешь о них либо в российской прессе, либо в зарубежной, что пилот вынужден там выбросить что-нибудь из корзинок, к счастью, никого не будет, для того, чтобы там дотянуть куда, на остатках газа, дотянуть куда-нибудь, где можно приземлиться. Тут без романтики никак. Руслан дружит с Андреем Кульковым, пилотом холлы, уже 35 лет. Познакомились они еще в военно-морском училище подводного плавания. Оба штурмана подводных лодок служили, ну а потом выбрали каждый свой путь. Теперь тоже плавают, только по небу. Ждем, когда выбросят зеленый флажок, значит, лететь можно. И разговариваем с одним из самых именитых пилотов чемпионата Андреем Кульковым. Корзина этого ростата весит 93 килограмма. Баллоны вместе с газом, их вес составляет где-то в среднем 35-40 килограмм, 4 баллона. Горелка, горелка тяжелая 27 килограмм, стойки. И оболочка 90 килограмм. Ну, то есть, вот считаем, получается, в среднем где-то пустой вес самого оборудования составляет где-то в районе 350 килограмм. И все, это летит. Это летит. Но это небольшой на самом деле, это спортивный ростат. А есть больше? Конечно. Есть разные? Есть ростаты на 12 человек, на 20, там больше 20. Такое взмывает воздух вообще. Да, маршрутка такая. И в России у нас, вот самый большой, по-моему, 18-местный ростат летает. Тоже туристический? Туристический, конечно, только для туристов. Но он, наверное, поднимется и никуда не... Нет, он вот как по маршруту поднялся и практически там вот... Куда ветер плазил? Куда ветер? Все, он там не бегает по высоте. Сколько газа нужно, чтобы поднять шар? Ну, в среднем на полет, считается, часовой полет. И после посадки у тебя должен быть запас 30% газа. Ну, то есть, грубо говоря, где-то в среднем 160-170 литров ты берешь с собой в полет. Вот у хорошего пилота в окончании полета должно остаться где-то 30% от этого. Экстремальная ситуация, когда, не дай бог, загорается что-то где-то, шары, оболочка, что-то, это редкость? Это уже не экстремальная ситуация, это катастрофа. Но это бывает или это, слава богу, редко? Ну, вы знаете, можно посмотреть статистику авиационных происшествий, это не секретно. Любое происшествие с летательными аппаратами, все это комиссии заседают, все это делают заключения. Чаще всего, самое страшное, и большинство аварий с аэростатами, это столкновения с линиями электропередач, большие высоковольтки. Да, они вокруг нас сейчас. Да, это самое страшное, что грозит. И плюс плохие погодные условия. На первом месте назвал бы погодные условия, когда пилот неправильно принимает решение о полете, какие-то грозовые явления на подходе. А столкновения друг с другом? Вот сейчас мы будем все взлетать с одного поля? Ну, при массовых стартах, нет, при массовом старте команда должна помогать пилоту, потому что я не вижу, что он с собой. Обычно кто-то из членов команды подходит, говорит, что над тобой никого нет, взлетай. Естественно, риск столкновения существует на массовых стартах, но для этого как бы команда помогает, пилот сам должен быть внимательным. Дебрифинг? Дебрифинг, да. Этот громкий звук сообщил пилотам о начале брифинга, на котором решалось, будут полеты или нет. Пилоты подошли к Ивану Миняйло, получили последнее наставление, зеленый флажок выброшен, значит летим. И мы летели, и захватывало дух. Пилоты говорят, воздухоплавание – это безопасный вид спорта. Да, думала я все выше, поднимаясь над землей, куда уж безопасно лететь на такой высоте. Но есть ощущение, такое, которое не описать словами. Не всем оно дается, наверное, но мне повезло. Ты твердо стоишь на земле, и вокруг твоя жизнь, проблемы, задачи, атмосферное давление, плохое настроение, ну, то, что бывает у нас каждый день. А там, наверху, ты находишься как бы над этим всем. Не касается это тебя, пока ты не касаешься земли. Может быть, поэтому команда воздухоплавателей этим занимаются, едут и летят из разных уголков мира, чтобы раз – и подняться над землей, и быть свободными. Желаю этого и вам, дорогие друзья, и, кстати, ответ на загадку. Черный воздушный шарик пилоты берут с собой на соревнования, чтобы знать направление ветра. Все просто, но черный цвет лучше всего различим на фоне неба. С вами с места событий прямо из корзины аэростата в небе над Великими Луками была Елена Яковлева. Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в песну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра, моя душа была на леске и на жарах. Я бы мог с тобою быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. В шуме ветра за спиной я забуду голос твой, и от той любви земной, что нас сжигала в прах. И я сходил с ума, а в моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Надо мною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, И я свободен, я свободен, я свободен от любви, от вражды, от молвы, от предсказанной судьбы. И я земных оков, от зла и от добра, в моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, с диким ветром наравне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я слабоден, славно птица в небесах. Я слабоден, я забыл, что значит страх. Я слабоден, стыкель ветра наравне. Я слабоден, на реву, а не во сне. Я слабоден, славно птица в небесах. Я слабоден, я забыл, что значит страх. Я слабоден, стыкель ветра наравне. Я слабоден, на реву, а не во сне. Я слабоден, я слабоден, я слабоден. Я слабоден, я слабоден. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok